В Новочебоксарске представители автомобильной федерации Чувашии разыграли награды третьего этапа открытого чемпионата и первенства республики в гонках на картах. Кто сумел подняться на пьедестал почета в сюжете Вячеслава Ильина. В этой дисциплине автомобильного спорта у машины нет каркаса жесткости и для пилота не предусмотрена ременная система безопасности. В картинге гонщик защиту одевает на себя, а удержаться в кресле на крутых виражах помогает низкая посадка. Тем не менее, недостатков желающих попробовать себя в начальном классе большого автоспорта нет. На сегодняшнем этапе у нас 27 машин, то есть это средняя наполняемость наших чемпионатов и первенств Чувашской республики. Больше, конечно, участников сегодня первенства, то есть это ребята-школьники до 17 лет. Ну, слава богу, что на сегодняшний день есть наполняемость такая класса. У нас вот 27 человек получается первенств Чувашской республики и 4 машинки у нас чемпионат Чувашской республики. Программу гоночного дня открывали машины класса «Микро». В ранге серебряного призера прошлогоднего первенства на трассу вышел 7-летний Дамир Хусаинов, номер 17-й. Пилот с Харламовским бортовым номером очень хотел обменять прошлогоднее серебро на золото домашнего для него этапа. Однако борьбы на трассе не получилось. Как и год назад, золото перенства Чуваши досталось представителю-старицы Мариэл, Илье Андрееву. А самым многочисленным по количеству заявок 7 пилотов стал класс машин «Всемирная формула». После двух этапов рейтинги группы лидировал представитель Новочебоксарска Константин Захаров, номер 57. Однако укрепить позицию на родной трассе ему не удалось. По сумме двух заездов он остался за чертой призеров. А победу праздновал представитель столицы республики Ярослав Кобетов. 45 набранных очков позволили чебоксарскому пилоту по сумме трех этапов возглавить рейтинг. В самом престижном классе картинговой серии «Национальный» кубок с стараниями Айдара Нагимова и титул чемпиона Чувашия отправился в столицу Татарстана. Мы уже на сегодняшний день провели 18 соревнований. Впереди у нас это автокросс, надеюсь, что состоятся ралли «Чебоксарская осень» и зимний картинг, который будет закрывать сезон 2019 года. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.